Всем привет! Канал Ирина Цветики. Поехала я в Краснодар все-таки, но ничего там не тонет. Я все проехала, все хорошо. Ливни прекратились. И вот это магазин Leroy Merlin по улице Новороссийской. Здесь отличный завоз орхидеек. Давайте посмотрим. Ну это Джиллион. Есть надпись Джиллион. Какая-то белая фигнюшка, мешает читать. Из точки роста. Цветы молоденькие, небольшого размера. Очень приятные такие. Ну и цена небольшого размера. Так, это кто у нас? Юпитер. Джупитер. Забегая вперед скажу, что цветочки все подписаны из нового завоза. Очень приятно. Ну это черная полоска. Блэк страйп. Скорее всего. Вот смотрите. Блэк страйп. Дальше стерта. Наверное. Очень модный цветочек в этом сезоне. Так, это у нас снова Джиллион. Посмотрим. Надпись. Ну вот тут хорошо видно Джиллион. Притурия. Всегда мы называли вот с белой каемочкой. Но сейчас появилось много других орхидеек с белыми каемочками, других сортов. Как-то наверное вывели эту особенность. Вот я полезла за пятнашкой. Очень хочу узнать название. Сантандер. Или Сантандер. Или Сантандер. Сантандер, наверное. Ну вот. Но знаете, он немного отличается от предыдущих пятнашек. Что вот меня спрашивали название. Там были выпуклые и более круглые лепесточки. Ну вот. Всегда знали Чингду. Давайте посмотрим, как его зовут. Бермонт. Плохо видно. Не пропечаталось. Ну еще посмотрим. Завод замечательный. Я прям так обрадовалась. Соскучилась по новым. Так. Вот это желтенько с неоновой губой. Губой. С выбеленной серединкой. Мерафлоры. Милофроу. Фроу. Ну вот. Надпись видно. Он не про крас еще есть. Смотрите. Интересный какой. Всегда радостный, когда орхидеи много. А еще все подписаны. И просто здорово. Так. Ну как мы тут. Биесмонт. Биесмонт. Раньше назывался Чингду. Вот еще одна пятнашечка. Так. 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 Что тут нового? Людей на самом деле много. Вот тут. Ну это Тарина. Всем известная. Уже к нам довольно часто ее теперь привозят. Где название. Не вижу. Вот Тарина. Цветочки с одним цветоносиком. Но вот у многих разветвленные. Поэтому кустики смотрятся очень красиво. Ну-ка посмотрим. Вот этого красавчика. Юпитер, да. Кто-то, ну не кто-то часто называют. Принц Леопард. Вообще не согласна. Всегда была не согласна. Потому что Леопард не может быть полосатым. Даже если у него есть крапушка. А вот какая. Очень яркая. Ну на Африк похоже. Сейчас посмотрим. Афра. Да, написано Афра. Ну вот видимо он бывает и мультифлоркой. Потому что прошлый раз была мультифлорка. С небольшими цветочками. Так вот тут цены. Цены налепили просто на рядом стоящие. А налепили на фалинопсис. Ой, хочется узнать его название. Ну вот это ягуар, пожалуйста. Ну пусть не принц, но ягуар. Да, он похожий. Раньше мы его называли похожим на котика. Ну конечно пятнышки другие. Да, вот цена 698 рублей. Вот такая лососевого цвета. Наконец-то узнаю, как ее зовут. Коралл. Ну, да. Логично. Цвет коралла. Ну я лососевым называю. На самом деле коралл. Ну потому что розовый имеет столько оттенков. Ну, вот еще один Африк. Ой, какой он красивый, яркий. Так, Чингду я помню, а новое название я не запомнила. Хотя только что читала. Кембридж. Белая, крупная. Что мы еще не смотрели. Вот эта красуточка. Белая. С губой еще, с прокрасом таким. Красивая. Кастер. Ну, корни хорошие у многих. Ну, такая, прямо румяная, свеженькая выглядит. Так, что мы еще не видели. Ну, это мы знаем. Монтрес. Очень часто весной привозили. Вот, Монтрекс. Ну, атласные лепесточки с темной-темной губой. Так, что там в серединке. Все повторяются, да? Вот тут минички. Правда, стоят высоко. Минички 398 рублей. Ну, вот, розовый двух оттенков. Такая темная. А вот эта сортовая, я точно знаю. Потому что видела мультифлору. Ну, конечно, не запомнила. Жаль у ней корешки тут не очень. Правда. Розетка хорошая. Ну, там дальше белые, розовые. Да, вот подниму камеру повыше. Ну, не стану их больше ворошить. Жаль, да. Такие маленькие стоят так высоко. Ну, это притория. С полосой. Так, блики-блики. Вот. Притория. Ну, красавец, что говорить. Так, вторина. Пятнашечки. Не запомнила. Ну-ка, давайте еще раз посмотрим. Как эту пятнашку зовут? Санта-дер. Сан-тандер, наверное. Так, это Black Stripe. Ну, и... А вот выбеленная серединка, оранжевая губа, такая желтенькая, с рюшками, краями, корни, правда, не очень. Будапешт. Вот. Бухарест, мы знаем, он такой весь венозник, а это Будапешт. Ну, и... Еще есть цветочки на сталь лав. Пойдемте посмотрим. Ну, тут, скорее всего, он со старого завоза. Да, вот корней почти нет. Названия нет. Ну, жаль. Я уже так настроилась запоминать название. Ну, это Монтрекс, наверное. Монтрекс. Эй тоже названия нет. Корешки неплохие. С прошлого завоза, видимо, сохранились. Ну, вот они бывают побледнее, бывают поярче. Ну, губа, конечно, темная, черная губа, их отличие. Ну, вот кое-где сеточка такая просвечивает. Где-то слабенькая, где-то прям хорошо у нее. Ну, это он, да. Другой венозничек. Ну, названия нет, да. Тоже их много привозили. А вот, смотрите, нашла. Несмотря на все серьезные заверения Леруа Мерлен, что уценок у них не будет больше. Не прошло, что называется, и месяца. Ну, хотя месяц прошел, наверное. И вот появилась уценка и орхидей, и других цветочков. Поэтому вот эта розовая, очень красивая. Ну, вот достойные корешки, сухие. Ну, засушенные, конечно. Ну, засушенный листик. Ну, это всего лишь от того, что ее не поливали. Ее спокойно можно брать, отпаивать потихонечку. Каждый день по чуть-чуть. Ну, то есть, уценки есть, и, надеемся, будут. Но тоже нас не первый раз пугали, да, что уценок Леруа не будет. А вот, смотрите, 722 зачеркнуто я видела. А вот сейчас повернула, и увидела новое. Но тут вот нет новых. Монстера. Очень такой хороший, достойный экземплярчик был. Мне просто, когда-то спрашивали, монстера, у меня остается привычка. Но вот я не вижу новой цены. А там вроде промелькнуло, да, 300 с чем-то. Beautiful Smile. Остался с прошлого завода. Вот несколько цветочек. И вот, смотрите. Ой. Ну, я не запомнила. Да, мне писали название. И название знакомое мне. Ну, вот. У меня такая выборочная память сейчас. То ли старость приближается, то ли вот последствия болезни. Ну, многие жалуются на память сейчас. Пережили мы ковидные времена, но, видимо, последствия остались. Вот Бухарест. Пенозник там. Что там я еще в середине что-то увидела? Солинос. Вот такая. Тоже сортовая. И тоже, конечно, я название знаю. Но сейчас сразу я не вспомню. На горшочке нет названия. Такой бледненький венозник. Цена 698. То есть, цены не сбавляются, несмотря на то, что это, как бы, цветочки старого завода. Вот тут есть крашенки по 1222 рубля. Ну, и завоз, собственно, небольшой, но так приятный. Много цветочков. Вот с этой стороны поснимаем мимички. Всем спасибо за просмотр. Канал Ирина Цветики.